И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! И вот мы вступили в 2014 год, сегодня уже 2 января. Да, немножко соскучились мы по своему офису. И сегодня вы уже, наверное, ждёте, да? Я вот так думаю и надеюсь, будет новый урок. Сегодня мало того, что мы будем собирать фиат. Ну а по ходу игры я хочу сегодня рассказать, потому что поступают вопросы. Как бы вопрос этот, он не то что частый, но для новичков он очень актуальный. Это вопрос, когда человек не может правильно наложить шпаклёвку. И как пользоваться рубанком. У меня, конечно, были уроки, но как бы этот урок я отдельно, наверное, сделаю. Нет, папочку не буду делать, но куда-нибудь её присобачим, так, чтобы человек мог его найти, чтобы я мог дать ссылочку. То есть покажу, как рубаночком работать, какая ошибка бывает при накладывании шпаклёвки на большую плоскость. И вот люди накладывают, говорят, по 2 килограмма накладываем, стираем, накладываем, стираем, накладываем, 2 килограмма ушло, ничего не выпрямили, железо открывается и все дела. Ладно, это я покажу сегодня. Постараюсь раскрыть тему. Если не получится раскрыть её, тогда буду зарисовывать. Если не получится, тогда будем ждать пациента нового. Ну, а с утра, как всегда, для заряда бодрого и хорошего настроения, анекдот! Ну, включите немножко так образное мышление. Анекдот, конечно, немножко старый, но все анекдоты старые, исключительно все, ситуации всегда одинаковые, народ придумывает анекдоты. Даже если он новый, то такой анекдот всё равно уже был, такая ситуация была, просто она немножко по-другому и время другое рассказывается, да? Ну, анекдот такой. Стоит гаишник, доблестный гаишник, на посту. Стоит, груша калачит, короче, всё скучно ему, блин. Слышит, резина шумит, и так громко, а так быстро едет кто-то. Блин, смотрит, летит, блин. Феррари. Выскакивает, короче. Тормозит, блин. Оттуда баба вылазит. Ну, не вылазится, дед. Ну, он ей. Так, лейтенант Патренко, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Вот, пожалуйста. Так, девушка, а извините, откуда у вас такая дорогая машина? Ой, не знаю, сейчас спрошу. Берёт по телефону. Алё, Нурик, у меня вот тут остановили на посту, да. Спрашивают, откуда у меня такая дорогая машина? Чего? Муж подарил. Муж подарил. Муж подарил. Гаишник стоит весь такой. Ну, ладно, короче, езжай. Ну, всё там в порядке, всё чики-пуки с документами. Уехала. Следующий день наступает. Опять тут ходит. Настроения нету. Ходит туда-сюда. Опять слышит шум. Блин, летит машина. Тихо, останавливает. Там, короче, Роллс-Ройс такой весь намороченный вообще. Блин, та же баба за рулём. Говорит, охренеть, блин. Я тут стою, блин, столько-столько не зарабатываю. Ну-ка, дайте мне свои документы. Что даёт? Блин. Её машина. Желбаки уже трясутся. Зависть впрела, блин. Жаба душит, блин. Девушка, откуда у вас такая дорогая машина? Сейчас спрошу. Алло, Нурик. Здравствуй, дорогой. Тут снова, да, на этом посту меня тормознуло. Да, точно. Лейтенант Петренко, да. Спрашивает, откуда машина? Любовник подарил. А, хорошо. Любовник подарил. Всё хорошо с документами, не доколоться. Машина, ну-льц. Нет, уполомок, ничего. Ладно, уехала. День третий наступил. Гайщик стоит. У него уже не то, что настроение плохое. Он вообще жизнь не рад. Жизнь не удалась. Вообще стоит, как чмо там. Желбаки вот так. Всё, плохо ему. Опять шумка лёт. Тормозит. У него уже, знаешь, палку, блин, всю вот эту согнул, всё сломал. Всё, настроения у него никакое. Блин, опять эта девка, блин. Ну, давай документы мне. Та такая. Да ладно, ну, читает, всё нормально. Говорит, тык, откуда это у тебя машина? Сейчас позвоню. Алло, Нурик. Ты только выхватывает у неё трубку. Ну-ка, дай сюда. Слышь ты, Нурик, блин. Тут тебе уже налоговая по тебе плачет, блин. Тюрьма по тебе, скучай. А с трубки с конца. Для кого Нурик? А для кого Нарсултан Назарбаев? Такая нигде-то попал, чувак, блин. Ясненько. Ну, а мы сегодня приступим к теме. Итак, заставка пошла. Ну, дядя Толя накинул крылышко. Сейчас потихоньку будет его подгонять. Да, дядя Толя? Да, да, да. Возьми пирожок с полки. Люди говорят, у тебя уже изжога от пирожков. Ну. Ну, шо ж делать, если ты так... Закормил, штаны не застегиваются. Да, работаешь хорошо, и, Олеж, можно и пирожков поесть. Так, надо защиту эту нести. Дядя Олежа сел перекурить, но не буду. Курить? Катры показывает, да, может кто бросает, курит. Про шпателя там я вам рассказывал, да? Еще есть вот резиновый шпатель. Ну, у меня такой, но продаются наборчики. Тут не суть важна. Резиновый, не резиновый. Вот резиновым хорошо на поворотах, допустим, вот на бампер, где углы, да, накладываете. Вот так вот раз, стянули, и хорошо им получается. Ну, ладно, не в том дело. Сегодня я вам расскажу о рубанке. Просто тут такой вопрос, да, встает. Некоторые в мане приложат, как рубанка можно вытереть шпаклевку. Все еще со школы знают, мужики, да, работали же по столярке. Что рубанок выглядит совсем по-другому. Но, как бы, вот это тоже называется рубанком. Может, она еще как-то называется. Вот, как видите, он похож на рубанок, платформу. В данном случае у меня гибкий рубанок. Видите, он гнется. Для чего это нужно? Когда вы какую-нибудь гибкую поверхность типа крыши, эллипсом гнете, да, крыша же у вас немножко вот такая. То есть он у вас будет держать вашу форму. Ну, в данном случае у меня такой рубанок. И я больше к ним отношусь лучше. Там кто-то мне в комментарии писал, один умный человек. Говорит, ой, ой, колхоз, блин. Рубанок у тебя без липучки. Я еще раз говорю. У меня передача. Как можно прижать, ну, во-первых, сделать. Но тут даже не в бюджете дело. Они и тот, и тот недорогой. Вот у меня как бы он так цепляется, да. А есть рубанки еще. У них тут на липучке. И шкурка на липучке стоит на порядок дороже. А расходуется шкурка быстро. Ну, то есть смысла нету вам. Вот взяли обычную вот такую вот. Это, по-моему, Швейцария, да, или... Да, шкурка. Вот такого формата она. Метражом продается, да. Шкурка эта делится пополам ровно. Вот так отрывается. И... То есть у вас получается вот такая полоска. Одеваете ее на рубаночек. Вот так вот, чтобы у вас здесь 3 сантиметра и здесь торчало, да. Запасовываете вот так его. Посмотрели, чтобы он у вас ровно по всей плоскости проходил. И две полоски хватает. Здесь вот шипы. Вот, как видите, да. Они пробивают. Шкурка держится. Замечательно. То есть чем хорошо рубанок? Допустим, если у вас небольшая плоскость, небольшая ямка, да. Вы ее перешпаклевали хорошо. И вы можете затереть, допустим, либо вот таким клоциком. Он идет из пробки. Ну, пробковое дерево. Кто не знает, как из вина. Либо деревяшечку обточить, что тоже непозорно, любой способ доступен. Либо вот такой штучкой. Но эта штучка слишком мягенькая, она не пойдет. Еще вот у многих ошибка. Берут вот такие вот строительные фигни, да. Вот. И пытаются выровнять. Не берите вот такие. Это шляпа полная. Есть еще красные вот такие тоже. С такими зацеплялочками. Это тоже говно. Если у вас мягкая вот эта плоскость будет, ну, вот тут твердая, это еще пойдет. Если у вас вот эта плоскость будет мягкая, такая, как губка, ничего хорошего из этого не выйдет. Толик, возьми телефон. Ничего из этого хорошего не будет. Потому что губка имеет свойство проминаться, да. И то есть, вот как раз шишечки-то, которые и нужно будет спилить, они не будут спиливаться. Они будут облизываться. А вы будете пропиливать в том месте, в котором вам не нужно будет открывать металл. Так что берите, чтобы поверхность у вас вот так на ощупь потрогали. Чтобы она не как губка была, а упругая. Ну, примерно как подошва вашего ботинка. Даже чуть тверже. У меня что-то мягкая подошва. Вот. Если подошва твердая, само покрытие вот это. Да, она резиновая, но она плотная и твердая. Значит, нормально. Такой можно тереть. Большая ошибка еще при работе. Вот многие, да, затирают. Говорят, вот мы ложим, шпаклевку ложим или кладем, да. Не будем до слов. Кладем шпаклевку. Затираем. Протерли. Снова ложим, снова затираем, снова кладем, снова затираем. Короче, ложим, ложим, пока в штаны не наложим, да. Ну, ладно. И, короче, не получается. По два килограмма на какую-то мелкую царапинку. Сейчас я вам попробую объяснить наглядно, как работать вообще шпателем. Хотелось бы отметить, что за тот год, как бы, много уроков, да, у нас было. В этом году тоже будет много уроков. В этом году дядя Олежа, наверное, достроит все-таки камеру. И скоро мы будем в камере красить. Ну, этот гараж мы не бросим. В гараже мы будем готовить. Он очень удобный для кузовных работ. Ну, и подетально можно и здесь красить. Вопрос не в том. Покажу я, как мы камеру доделываем. Покажу, как работаем в камере. И будем потихонечку внедрять технологии какие-то новые. Может, не все, но что-то будем с материалами поиграем. Со способами. Будет интересно. Как бы, и углубимся в подробности. Потому что, как бы, много людей. Начинал я уроки, как бы, делать. Старые, кто видел, я их не стал стирать. Начинал я их делать, как бы. У меня не было этой цели сделать видео уроки, да. Ну, такие, как вот они сейчас развились. И очень радует. Сейчас много людей мне звонит, которые начали вот это дело, наше автомастерскую, да. Начали с нуля, не имея опыта. То есть, с нулевым опытом. И у людей уже есть работы, которые они мне показывали, они советовались. Уже готовые работы, сделанные. И даже уже приступают к другим работам. Уже, как бы, делают клиентам машины. Это очень радует, что народ все-таки... Ну, я считаю, я помог, как бы, сподвиг, да, к этому. Народ увидел, что не все так сложно. Есть люди, которые в колкозах, у которых нету работы. Нормально не найдут и работы, или где-то на отшибе. И, то есть, эта профессия помогает им немножко обрести денежку. Какой-то подработок. Это очень радует. Этот Новый год, как все помнят, мы встретили очень весело. У нас мы находимся на Залурации. Вот ссылочка, посмотрите видео, вы поймете, как подключиться и найти нас на Залурации. В этом году мы весь Новый год сидели, встречали его всем земным шаром, не побоюсь этого слова. Со всех концов нашей планеты люди общались, общались онлайн, поздравляли каждый час. У кого-то там наступил Новый год, поздравляем. В другой стране наступил Новый год, поздравляем. Все друг друга поздравили, все сидели на рации, сидели с семьей. Как бы рация не мешает, там на компьютере включил и общаешься. То есть, присутствие было, что у вас много народа. Мы с женой сидели, тоже встречали. Жена была очень впечатлена, что у нас столько людей, так мы общаемся. Как бы они не вникают особо в мои семейные в эти дела, но было интересно. Много-много хочется сказать, хочется поблагодарить всех своих подписчиков. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. У нас очень дружная команда. Мы, мало того, что общаемся на самом Ютубе, мы еще общаемся в Залурации на канале Олег Нестерова. В Брест, там можно в любое время дня и ночи задать вопрос, на который вам кто-нибудь да ответит. Множество специалистов на канале, множество новичков, множество людей, которые уже имеют какой-то небольшой опыт. Как бы у нас не только кузовные работы. И по двигателю кто-то занимается, и по электрике кто-то занимается. Ну и в других областях. Так что любой интересующий вас вопрос можно обсудить. Ну а по вечерам, ну у меня вот вечер, там у кого-то это, люди общаются вообще на разные темы. Как бы нашли свой интерес, у нас такой свой клуб. Чем хорошо, то что на канале собрались все единомышленники. И уже многие стали даже с женами общаться, жены слышат. Мы слышим жен там за рацией. Очень такая команда, дружная. Все друг друга уже знают по голосу. Запись делалась давно. То есть, как подключиться к золорации. И на данный момент нас уже, вот если можете посмотреть, вот канал Олег Нестеров Брест, 1529 человек зарегистрировано. То есть, вы с легкостью можете найти наш канал и общаться в нем. Дядя Олежа пришлось немножко отлучиться. Дочку на елочку возить. Поедем в гараж, не переодеваясь. Но, анекдоты мы уже сегодня сняли. А концовку передачи тоже сняли. Так что немножко дядя Олежа будет как фокусник. Постоянно переодеваться. Дядя Толя там пыхтит, забирает машину. Сейчас мы его быстренько поможем ему. Здесь уже мы столько мотали, грейдером делали. А все равно разбитое. Сейчас мы Толясе поможем. Он там, наверное, уже заскучал. Бродной. Я думал, он под машиной лежит. Не хочет работать. Все короче. Ну, допустим, у вас вот здесь вот глубокая царапина, да? Идет вдоль. Получается, что эта царапина немножко притопила металл туда. Даже если вы ее чуть выровняли, у вас получается здесь такая яма. И вы начинаете накладывать шпателем. Допустим, пусть он длинный или нет. Как вам нужно проверить ямку? Берете шпатель, вот такой длинный, да? И вот так вот накладываете. То есть, вот допустим, если у вас здесь ямка. Допустим, вот если у вас вот тут вот ямка, да, грубо говоря. Ну, вот от гвоздя, допустим. Вы прикладываете шпатель, вот так вот ровно, по всей длине. И вы видите, что здесь шпатель у вас прилегает ровно, а здесь в шпателе дырочка. Получается, что вы эту царапину, которая идет вдоль, хотите вот так вот зашпаклевать. Но получается, что вы плоскость не держите. Вы просто ее обрисовываете. То есть, вот так вот вы и наложили. Как у вас шпатель шел, он также и повторил ямку. А нам нужно накладывать вот так. То есть, вдоль этой ямки. Даже если вы ложите вдоль этой ямки, вот так вот, да, получается, что если ямка глубокая и шпатель короткий, шпатель у нас прямой, да, а здесь у нас все-таки полукруг небольшой, но полукруг. И получается, что мы мажем прямую линию. И когда мы затираем, то есть, что мы ложили, что не ложили. Поэтому мы накладываем шпаклевкой вот здесь вот с горочкой как бы наложили. И потом стягиваем, прижимаем вот так вот шпатель. Шпатель у вас повторяет форму двери. И протягиваем вот так вот на всю длину. Тем самым у вас здесь будет с горочкой. Так же, когда вы начнете уже вытирать рубанком, что мы делаем? Ну, здесь у нас плоскость прямая, да, то есть, рубанок можно держать так. Рубанок держим не так. Хоть он эластичный, так мы его не держим. Рубанок держим по всей длине. Тем самым, если у вас здесь ямочка, он будет пробегать эту ямочку, концами цепляться за ровное место и вытирать ровно. Трем вот так вот, крест-накрест, по всей длине. И вот так вот, только крест-накрест. И вот так вот все трем. Тогда у нас получается, что лишняя шпаклёвка, которая у нас в горочке, она срежется. А которой не хватает шпаклёвки, там будут ямочки. Те ямочки уже можно будет заложить коротким шпателем. Вот видите, шпатель эластичный. Вот, он гнется. Шпатель повторяет форму. Даже если вот сюда его приложу, он всё равно повторит форму. Понимаете? И поэтому, а если мы будем ложить вот так вдоль царапины, вот у нас здесь царапины, мы будем ложить вот так вдоль царапины, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть шпатель просто обрисует и будет то же самое, только намазанное. Вот ваша округлая форма, да? Допустим, вы поцарапали гвоздём, и она у вас пошла вот так. Ямка, да? Если вы шпателем будете прокладывать вот так, с этой стороны, вы так её и нарисуете, как она и была. Если вы шпателем будете стягивать вот так вот, ну, отсюда вот, да? Значит, что вы сделаете? Вы шпателем сделаете ровное вот такое место. Да? То есть у вас здесь будет полукруг, а здесь ровное место. И когда вы будете всё это стирать, вы будете протирать вот эти края, сколько бы вы ни наложили. Но если вы шпатель изогнёте, вот я как показывал, чтобы он у вас прилегал по всей вот этой форме, то вы и наложите вот с этой горкой. Можно даже больше. И когда вы с этой горочкой уже наложите, то есть и будете рубанком правильно тереть, как я показал, видите, какой рисунок получается, тогда протира у вас не будет. И шпаклёвки вам 20 раз не надо будет накладывать, достаточно будет там пару-тройку раз. Ну, вот в принципе-то и всё, что по шпаклёвке. Что будет неясно, будет у нас ещё машинка подобным чем-нибудь. Я сниму популярно, покажу. Как бы специально дверку неохота мять. Ну вот как бы собрали. Зазор у нас более-менее пляшет. Ну, немножко он тут, конечно, Тайвань есть Тайвань. Ну, с большего как бы нормально. Ну, так вот выглядит машинка. Божеский вид приобрела. Дверочку мы не делали. Я думаю, он сам это всё затампонит. Защиту тоже сам оденет. И всё. Ну, напоследок, напосошёл. Анекдот! Ну, на самом деле это не анекдот, но хотелось бы рассказать. Многие люди пишут, что там, ай, не смешно, вы как клоун, да? Ну, мне искренне жаль этих людей. Просто у них отсутствует чувство юмора. Ну, то есть и в нашем социуме сейчас, вообще в нашей жизни сейчас тяжело вообще жить без юмора. Ну, это бедные люди. Остаётся только им посочувствовать. Ну, не в том дело. История была такая. Вот у нас женщина одна была. Не было юмора. И было так. Ну, у нас был конкурс на лучший анекдот, да? И я в то время рассказал такой анекдот. Ну, это старый, древний анекдот. Классическая история. Муж возвращается домой. Ну, смотрит что-то не то. Говорит, жена. Блин, кто у тебя злой такой? Кто у тебя? Никого, милый. Ну, так луну шифонер открывает. Никого. Диван, никого. За шторами никого. Туалет, никого. Заначал успокаиваться. Вон, ну, открывает. А мужик под душем, короче, полосится. Вот такой здоровенный мужик. Ну, и говорит ему. Ну, чё, нашёл? Тут. Нет, на балконе ещё не смотрел. Вот такой анекдот. Ну, я вот это всё рассказал, да? И тут все смеются. Она задумчивая. Очень такая задумчивая, да? И спрашивает меня. Ну, а он-то чё? Вот тут-то как раз все и выпали. Понимаете? Ну, у человека наглухо отсутствует чувство юмора. Такой вопрос задать. Смеяли. Уже забыли анекдот. Чё я там рассказывал? А смеялись именно вот над этим. А он чё? Да? Ну, с чёрным юмором я вообще. Тут вот тоже она... Ну, этот же человек. Я тут же этот анекдот рассказывал. Там она тоже прикол отмочила. Ну, анекдот был такой. Короче, девочка сидит в песочнице. Одна, короче, плачет, другая хохочет. Ну, и мент подходит, говорит. Девочка, ты чё, ржёшь-то, блин, как лошадь? Ой, дяденька, тут такой прикол был вообще, дядя. Короче, с девятого этажа бабка бельё там вешает. Не знаю, как, короче. Перевернулась и вниз полетела. Короче, головой. Когда сап, седьмой этаж. Голова отлетела, блин. Напрочь, короче. Там рука на четвёртую. Короче, бабка еле долетела. До низу там всё-всё осталось. Шмяк, в дребезги. Кишки по всему дому. Мент стоит в шоке. А ты чё, девочка, плачешь? А я не видела, а? Такой анекдот. Все ухахатывались. Ну, он чёрный, правда, да? А та чуть ли не плакала. Ей стало жалко бабушку. Понимаете, люди с плохим чувством юмора не разделяют. Даже вот чёрный юмор. Они не разделяют, что... Как бы это всё-таки анекдот. Понимаете? И основная-то цель смеха здесь не бабушка, которая разбилась, а девочка, которая очень жестокая, которая пропустила весь вот этот вот... Ну и наши люди, как вы знаете, да? Вот заметьте, когда авария, да? Всем же надо поглазеть. Кто там бампер разбил, кто там стекло, да? Сразу кучка народу собирается. Там им в зад ещё въедут, да? Там ещё одни смотрят. Была в Новочеркасске такая история. Кто из Новочеркасска, тот, наверное, знает. Там есть такая триумфальная арка, да? Которая вниз спускается от храма, когда едешь. Тоже наблюдал картину, я на газельке еду. Ну, я сам чуть не вляпался. Тоже любопытный. Ну, короче, история такая. Там свадьба. Все... Очень красивая была свадьба. Может, кто помнит эту историю, кто в Новочеркасске. Цветов, куча. Очень красиво. Не заглядеться просто нельзя, да? Ну, и едем. Ну, и такие же, как я. Есть, блин, да? Тут пока... А, а, а. Задь ещё такой же. Короче, восемь машин друг к дружку вляпалось, блин. Все смотрели. Это было вообще пипец. Ну, я тоже чуть не вляпался. Ну, ладно, не о том. Чё-то я уже много рассказывал. Ну, на сегодня вроде как всё. Всё мы сделали. Машинку отдали. Очень всё у нас прошло хорошо. На сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы что-то почерпнули. Что не почерпнули. Буду я потихонечку, короче, делать канал. Удобнее для вас. Я буду на каждом видео, которое... Вот группа, тема, да, три видео, допустим. В каждом видео вот здесь или здесь будет жёлтенький квадратик. Переход на следующий урок. Либо на прошлый урок, да? Нажимаете на этот квадратик, кнопочкой кликаете и попадаете. Либо на следующий, либо на прошлый урок. Это чтобы не искать во всех папках. Видео очень много и будет их ещё больше. Тем более сейчас конкурсы будут. Сейчас будет видео очень много. Так что вам будет легче немножко искать. Дядя Олежа над этим поработает. Немножко дядя Олега упустил этот момент. Я начинал сначала делать эти кнопочки. Но немножко упустил этот момент. И сейчас снова возобновлю это. На старых видео поставлю все вот эти переходы. Я думаю, будет удобно. Но на сегодня, я надеюсь, вы что-то почерпнули. Всем спасибо. Всех с Новым Годом. Пусть этот год принесёт вам счастье, удачу, здоровье, семейного благополучия, добра и бабла. Будьте добре друг к другу. До следующей передачи.